МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь программа «Культ Просвет». Это первая наша передача после наступления Нового года. Так что всего вам самого светлого, тёплого в этом году, прежде всего крепкого здоровья и, конечно же, скорейшего окончания пандемии. Сегодня мы поговорим о таком явлении, как книга, но книга в современном пространстве, в современном цифровом пространстве, в пространстве коммуникаций, которые, может быть, стали на какое-то время в какой-то степени вызовом для книжной культуры, для книжного пространства. Но книга не сдаётся, и напечатанные буквы всегда будут с нами, и это здорово. Об этом мы сегодня поговорим с основателями культурного пространства и книжного салона «Новая Рига» Антоном Видеркер и Никитой, а также с директором салона Натальей Урбанович. Добрый день! Большое спасибо, что вы появились сегодня у нас. Я знаю, что открытие любого пространства – это всегда требует очень много времени и занятости, но я рад, что вы нашли этот час для того, чтобы мы сегодня побеседовали о том, что, собственно говоря, происходит в «Новой Риге». Наши радиослушатели всегда являются составной частью наших дискуссий, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам по телефону прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939, а также посылайте свои размышления на тему культуры чтения, явления книги, на номер WhatsApp и SMS 2061-91. Мой коллега Евгений Копейн сегодня за пультом и обеспечивает техническую часть нашего эфира. Я хотел бы начать с вопроса, который, может быть, будет немножко простоватым. А почему «Новая Рига» а не «Новая книга»? — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Почему «Новая Рига»? Кто будет отвечать на этот вопрос? Я думаю, что каждый из нас может дать какую-то свою версию. — Версию. Хорошо, в таком случае у нас будут, по меньшей мере, три версии. — Да, но я человек пришлый, можно сказать, я переехала из Санкт-Петербурга в Ригу. Ригу я к этому моменту за свои два года, что я здесь, немножко успела узнать. И в «Новой Риге» воплотилось то, наверное, чего мне не хватало в Риге, обычной Риге. Поэтому для меня эта «Новая Рига», в неё включено немножко то, как нам кажется, как мне кажется, Риги не хватало. Но я думаю, что мы ещё подробно это рассмотрим. — Да, это существенный вопрос, чего же не хватало старой Риги. — Да, поэтому вопрос «Новый» скорее в контексте современной, и именно в контексте книжного магазина, как современного книжного магазина. Просто не только место, где на полках стоят книги, можно прийти, заплатить деньги и купить книгу, но книжный магазин, в который можно прийти и узнать, что нового происходит, что происходит в современной литературе, какие тенденции именно в каких-то новых направлениях книжного бизнеса. Так что это скорее современное, молодое, новое. — Никита, ваша версия? — Да. Много вариантов у нас было, название. Долго мы думали, и хотелось сделать созвучное, чтобы на русском языке звучало, но в то же время латиницей это написание было визуально, эстетично выглядело. Как-то Новая Рига, ну то есть и россияне, которые живут в Москве, в Петербурге, в Москве вот знают Новая Рига, там шоссе и другие какие-то вещи есть. Но здесь скорее Антон прав, то есть Новая Рига, какое-то новое веяние, новое течение. А еще была Ветцерига, кафе на этом месте, и это как-то показалось интересным таким созвучием. А сейчас вот Новая Рига. — Да, это интересная трансформация, потому что многие помнят это кафе, где можно было посидеть, например, со своими старыми педагогами и получить консультацию, или можно было увидеть пенсионеров, которые пьют кофе с рижским бальзамом перед тем, как отправляются в Национальный театр, который совсем недалеко находится. Но теперь это пространство трансформировалось. Антон, Вы упомянули такое явление или понятие, как новые направления книжного бизнеса. Перед тем, как мы вернемся к рижскому пространству и узнаем, чего же не хватало в Старой Риге, может быть, Вы могли бы рассказать об этом немного и мне, и радиослушателям, потому что я полагаю, что большинство из нас, которые сегодня слушают Ваши рассказы, это прежде всего читатели. Мы приходим и пополняемся в библиотеку. Но я ничего не знаю о новых направлениях книжного бизнеса. Есть какие-то тенденции, связанные с культурным пространством? Наверное, да. Как раз то, с чего Вы начали, о том, что это все-таки как книжный салон, как культурное пространство, а не просто книжный магазин. То есть книжный бизнес не только в контексте, человек пришел и купил книгу. А в нашем, Наталья, наверное, еще более подробно расскажет об ассортименте нашим, он выходит далеко за пределы просто списка книг. Это, и в первую очередь, это, наверное, для нас тоже важно, что мы не ставим акцент на количестве проданных книг. То есть нет желания продать как можно больше единиц продукции, потому что книга, как Вы вначале сказали, переходит немножко уже в категорию какого-то продукта, скорее эстетики, чем просто получение информации. Поэтому тут важно еще показать какие-то новинки, которые, может быть, мы сами иногда думаем, не будут быстро продаваться. И задача, скорее, может познакомить рижского читателя с такими издательствами, например, такими направлениями, которые в Риге не были представлены. А возвращаясь еще немножко к Новой Риге, именно связь культурная с теми пространствами, которые есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Вот это, наверное, тоже одна из таких ключевых задач, которые мы ставили, чтобы в книжном магазине в Риге появилось в Риге такой книжный магазин с такой же атмосферой, которая есть в хороших книжных салонах Москвы и Санкт-Петербурга. В почти всех салонах. Я дополню, наверное, немножко про тенденции книжного бизнеса. Если отталкиваться... Ну, мы возим российские издательства, и все знают, что в России сейчас книжные холдинги поглощают и поглощают менее крупные издательства, возникает политика определенная. И лично мне также хотелось еще очень поддержать небольшие, маленькие, независимые издательства России, коих великое множество. Мы сейчас сотрудничаем примерно... Ну, там уже за сотню перевалило список издательств, с которыми мы работаем. Мы можем где-то взять одну книгу, две, неважно сколько. Но нам важно и поддержать эти издательства, и рассказать жителям Латвии, что есть такие издательства. Они раскрывают такие темы, довольно где-то узкие, где-то широкие, но под каким-то своим углом. И, наверное, в этом и есть новинки. То есть мы смотрим, какие издательства возникают, что они издают, мы привозим. Мы привозим практически все, мы пробуем, мы смотрим и предлагаем, мы будем рассказывать. Сейчас мы запустились, мы устаканились, и наша функция просветительская, она еще не запущена в полной мере, но мы, безусловно, будем делать все для того, чтобы рассказать, что мы привозим, почему. Ну, почему, скорее, мы не будем рассказывать, почему. Здесь каждый читатель найдет что-то свое, но мы обязательно расскажем, что у нас есть, откуда, что можно предложить, почитать и так далее. Это если говорить о новинках каких-то книжной индустрии. Ну, просвещение требует подготовки времени, так что мы очень надеемся, что действительно именно момент культурного пространства вскоре станет ощутимым. И, Антон, то, что вы упомянули, это, конечно, очень сильная мотивация и для тех, кто посещает ваш салон, потому что до пандемии можно было буквально каждый третий день ездить в Петербург. Были известны времена автобусов или рейсов, Air Baltic, буквально из головы можно было знать, когда, в какой день и в какой час отходит автобус, и во сколько приезжает он туда-то и туда-то. И среди ритуалов посещения Петербурга для меня лично было очень важно посещать как раз книжные салоны, все свободные, которые тоже путешествуют по городу. И книжные магазины носят и некоторые идейные такие названия и нагрузку, подписные издания и прочее, прочее. И это все вдруг исчезло, прервалось, я надеюсь, на короткое время, но так или иначе этот голод ощущается. Поэтому как посетитель вашего салона и как читатель я вдруг почувствовал, что что-то такое болезненное пронзило в мое сердце, когда я проходил мимо и вдруг увидел, да, да, это существует. Это и с точки зрения дизайна, и с точки зрения атмосферы, которая, ну, всегда неуловима, но она либо есть, либо ее нет. В данном случае она присутствует. Это такая, скажем, попытка перезимовать до открытия границ, что называется. И в то же время это действительно новая Рига, а не какая-то тень Петербурга, потому что сравнивать эти вещи просто глупо было бы. Именно поэтому я хотел, может быть, еще раз вернуться к вам, Наталья, так как вы, в отличие от нас всех здесь в студии, долгое время жили в Петербурге и продолжаете существовать в этом пространстве, но теперь уже взгляд немножко со стороны. Каковы, по вашему мнению, отличительные черты книжных салонов Петербурга и то, что вы видели в Риге? Ведь наверняка идея проекта не появилась просто так. То есть вы тоже совершили какие-то туры по книжным салонам, чтобы выяснить, чего, собственно говоря, не достает? Да, безусловно. Но я, скорее, совершала туры не с исследовательской какой-то задачей, я искала книги для себя. И есть у нас сетевые магазины, в которых русская литература не представлена. Есть сетевые магазины, в которых представлено в огромном количестве, но, к сожалению, не отвечало, наверное, каким-то моим личным запросам. Плюс несколько смущал подход, в принципе, к рекомендации, наверное, к общению с посетителями. И находила я неплохие магазины, но мне хотелось в магазин книжный для меня, да, это место, где я могу посидеть, поразмышлять, пообщаться. И тот магазин, который, в принципе, отвечал ассортиментам, был, к сожалению, неприветлый в плане общения, потому что, извините, освободите место для других посетителей. Плюс многое из того, что мне нужно было, можно было привезти под заказ. И это очень классно, что есть такая возможность заказать книги, их привезут. Но теряется какой-то вот этот вот флёр поиска книги, перелистывания страниц, интересно, я возьму или я вернусь. И этого не хватало. И я спрашивала у друзей, все говорили, да, можно заказать, можно съездить в Петербург, можно там ещё какие-то. Но нет места, где ты можешь посидеть, почитать, и где ты можешь прийти и взять книгу. Пускай ты даже не знаешь, зачем ты идёшь, но тебе что-то расскажут, порекомендуют, ты сам в спокойной обстановке посидишь, повыбираешь, изучишь. Потому что книжные, которые я упоминала, там говорили, что вам надо, напишите, напишите, что вам надо, мы посмотрим. А поговорить хотелось спросить, как же так, давайте как-то обсудим. И этого мне не хватало, поэтому, когда вот мне поступило предложение заняться этим проектом, оно было абсолютно, как говорится, в кассу, я подумала, да, 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 да. И вот, наверное, это вот то, чего мне не хватало, и то, что мы постарались воплотить в Новой Риге, место, где ты придёшь и 100% что-то найдёшь, где ты можешь остаться, и где есть приятная, комфортная атмосфера для общения на любые темы, про книги или нет, это не так важно. Главное, что там приятно, комфортно, дружелюбно и так свободно достаточно. Обращение к вам, Антон и Никита, вы как предприниматели наверняка тоже перед тем, как принять такую идею и предложить Наталье заняться книжным магазином, вы видите, анализировали рынок здесь, в сравнении с Москвой и Петербургом, каковы были ваши выводы, почему это вас всё-таки подвигло на идею, да, мы будем основывать новое пространство. Ну, хочу, наверное, сказать немножко, как жители Риги и немножко скажу слово в защиту книжных магазинов в Риге, я много лет являлся, ну и продолжаю быть регулярным клиентом книжных магазинов в Риге, и они есть всё равно очень хорошие магазины, они есть, они есть, и неплохие, и, наверное, правильно будет сказать, ещё одного хорошего книжного магазина точно хуже никого не будет, и это как раз ни в коем случае не умаляет значимость всех наших остальных коллег по цеху, поэтому книжные магазины русской книги в Риге есть, и мы сделали ещё один, а почему сделали, и был ли это такой глубокий анализ с точки зрения бизнеса, ну, наверное, нет, да, потому что... Очень редко слышишь такое от предпринимателей. Да, потому что это было всё-таки более эмоциональное решение, как раз связанное опять-таки с невозможностью в определённый момент достаточно неожиданно, невозможностью поехать в Москву и в Санкт-Петербург, и это показало, что... Эта невозможность показала, что чего-то не хватает. Не хватает, как вот Наталья правильно определила, не просто место, где купить книги, нет, книги я покупал в Риге регулярно, и это наверное было не так болезненно. А болезненно, да, что невозможность прийти и почувствовать ту атмосферу, вот, о которой вы говорили. И да, я поговорил с Никитой, с человеком, скажем... Ну, я с продюсерской точки зрения подошёл к этому и не настолько глубоко знаю именно там, Наталья, то есть, про содержание, про именно наполнение книгами, какие они будут и так далее. А именно с точки зрения как проект продюсерский и понимая, что же, какой он должен быть, этот книжный магазин в Риге, анализируя, зная, какие есть другие книжные у нас. И захотелось его сделать современным именно с точки зрения дизайна, соприкосновения вот эти точки контактов с клиентом. То есть, и привлечение достаточно молодой аудитории читающей, потому что, как вот Антон тоже ставил одну из, когда мы фантазировали, ставил одну из задач, то есть, такая просветительская, чтобы молодые люди, ребята, подростки, поставщики... Словно мои дети. Да, дети наши, вот приходили и не говорили, ой, это же книжные, это же полки, это же там бабушка сидит, которая на тебя нарычит. Ну, то есть, условно, это уже не модно, да, а именно путешествовать там в Москве, в Петербурге, ты видишь модные места, и молодёжь, стильную, современную, которая пытливо ищет для себя комиксы, ищет для себя какие-то научно-познавательные вещи, даже художественная литература с удовольствием читает. И нам, как бы, взрослым, кажется, а дети ничего не читают. Дайте им пространство, куда они могут прийти и заинстаграмить, и заинстаграмить себя читающего, и это не будет позорно, это не будет как-то скучно и так далее. И в то же время взрослые с удовольствием придут к нам, потому что это достаточно современно. И ассортимент, который подбираем, он тоже всё через призму такого, ну, не то, что молодёжного, а такого незашоренного, но довольно открытого и свободного на все темы, на все прочтения космополитических. Космополитических. И вот не то, что нам нужен книжный магазин в Риге срочно ещё один. Нет, нам нужно пространство про книги с разговорами и стильное. и привлекая, вот мы специально привлекли к дизайн-проекту, к созданию брендбука московских ребят для того, чтобы вы правильно сказали, и очень приятно слушать это плюсик нам, что мы добились такой, ну, чуть-чуть атмосферы, которая напоминает, которая напоминает, которая переносит, и это было одной из целей. Что ж, тогда, я думаю, могли бы на время отстраниться от самого проекта и, может быть, поговорить о книге, потому что вы сейчас как раз эту тему обозначили, чтение это все-таки интимный процесс, это встреча с книгой и с автором, то есть их там по меньшей мере трое, то есть это авторский текст и оформление текста, ну, и тот читатель, который воспринимает этот текст. Каким образом, как вам кажется, за последнее время книге удалось все-таки выжить? Ведь каждый раз книгу какой-то новый, я не знаю, там, средство или медий пытался отодвинуть или там задвинуть или, может быть, угрожать, там, предполагалось, что театр погибнет, когда появится телевидение, да, и так далее, и так далее. Когда появились, допустим, всевозможные гаджеты, то напечатанная книга тоже казалась вот-вот погибнет, но это не произошло, и вы уже упоминали, что книга тоже может стать частью не только субкультуры молодежной, но и частью какого-то особого, может быть, даже коллективного времяпрепровождения. Как вы собираетесь создать вот это пространство для того, чтобы книга была и индивидуальным чтением, то есть моим собственным актом, и в то же время, что я мог делиться этим с другими, как соединяется вот это, как вы думаете это соединять? Вы имеете в виду делиться с другими тем, что я прочёл, или своим визием? Потому что, по крайней мере, я понимаю, что есть возможность сидеть в салоне, читать книгу, и рядом есть ещё кто-то, и, как правило, это не предполагается, если это не академическая библиотека, даже там есть возможность как бы скрыться от других. Ну, да, у нас нет задачи, чтобы сделать это пространство библиотечным, или местом, где я могу так же уютно, как дома, с пледом и какао почитать, оно возможно. У нас есть кофе, у нас есть посадочные места, и есть довольно дружелюбное правило такое, ну, свободного пространства, то есть, если человек пришёл, он может вести себя как угодно, сидеть, ну, то есть, не надо мешать ему в выборе и наслаждении этого путешествия по магазину и выбору книг. Соответственно, прийти, индивидуально познакомиться и пощупать, полистать, поэтому у нас только сейчас купить наши книги, есть возможность только придя. Со временем у нас появится возможность и заказать, и доставки, и так далее, тут Наталья потом расскажет, но сейчас это такое путешествие, экспириенс, который каждый должен дойти, по-другому никак. Вот, и говоря о массовом, давайте возможность людям делиться про прочитанные книги, это через серию мероприятий, через возможные книжные клубы, где гости могут обсуждать, потому что, честно говоря, мы получили много запросов на то, что людям не хватает площадки для обсуждения. Встречи с писателями, да, они проходят, а вот не встречу, вот просто обсудить, например, на рынке. Это классические английские вот эти reading club, да? Да, в той или иной степени, в формате, какой ближе будет нашей публике и нам самим, мы хотим делать такие клуб обсуждений, чтобы делиться, и вот, как вы сказали, это про то, чтобы делиться, и получать обратную связь от других людей, вот вы придете со своим мнением по этой книге, кто-то придет с другим мнением, и завяжется хорошая история, и это же тоже, ну, полезно. Несомненно, какие-то добавления к этой теме. Да, я бы хотела вернуться к интимности чтения, и как мы это реализуем в магазине, как это возможно, но я хотела бы сказать, что мы выбрали именно печатную книгу, мы не будем, когда у нас будет сайт, скорее всего, продавать аудиоверсии, мы не призываем, у нас даже есть такой слоган один среди наших макетов, мой гаджет книга, и когда у тебя в руках книга, и ты просто вот на секунду туда уже зашел в этот новый дивный мир, то, по сути, все вокруг перестает существовать, и плюс нашего магазина в том, что здесь тебе не помешают, не подойдут, не спросят вам помочь или там еще что-то, ты можешь в этом мире открывать этот мир, понимать его сколько угодно, но мне обожаю, когда у нас люди остаются, прячутся по каким-то углам, ты идешь везде, где-то люди сидят, лежат, это потрясающе, и все они вовлечены вот в тот мир, который они для себя выбрали, потому что печатная книга, это как раз-таки вот дверь в эти миры, это интимно, это полное погружение, ты остаешься уже там, насколько тебе это удобно, комфортно по времени, то есть мы призываем людей приходить и оставаться, также ужасно приятно получать отзывы в соцсетях, то есть мы будем, естественно, развивать все эти площадки, скорее всего, мы там создадим возможность обмениваться, общаться нашим посетителям, вообще кому угодно общаться, но сейчас я получаю просто, вот передаю привет все, кто пишет, так приятно просто получить, пишут подростки, книги топчик, я думаю, боже мой, это же бальзам, просто это высшие слова, высшие похвала, книги топчик, спасибо вам, ребята, просто пишут, что так как мне вот это понравилось, мне вот это, это моя любимая, уже за это огромное спасибо, люди уже делятся, люди уже высказывают свои отношения, и мы понимаем, что мы попали, и, ну, просто вот, в общем, соцсети тоже как площадка для совместного чтения, обмена мыслями, и мы всегда делимся сами отзывами наших посетителей, мы все показываем, чтобы другие, допустим, там, не боялись, не стеснялись, понимали, насколько у нас все это и интимно, и свободно одновременно. А видите ли вы, и здесь каждый из вас может ответить, предложить свою версию, какие-то межпоколенческие отличия в культуре чтения, и мы не будем здесь ставить ни плюс, ни минус, не будем ворчать, и говорить о том, что вот раньше все было по-другому и хорошо, раньше было много плохого, но, с другой стороны, мы прекрасно помним фразу Бродского о том, что его поколение создавало как раз мир романов и книга как таковая, он называл это даже некоторым, скажем, таким закрытым пространством, из которого они не хотели выходить, а это ощущение и спрятаться, и некоторый эскапизм, и возможность создания какого-то своего мира. А сейчас мы видим какие-то другие тенденции, что-то по-настоящему отлично, или все-таки просто другое поколение, другие авторы, но какие-то основные паттерны остаются. Я бы хотел немножко, наверное, свое мнение сказать по поводу, я отвечаю на ваш вопрос, и немножко в продолжении того, что раньше обсудили, по поводу чтения в магазине, или вообще время провождения в магазине. Вот мне кажется, что особенно молодое сейчас поколение, я смотрю на своих детей, у меня старшим дочерям 17-14, мне кажется, тут как раз момент может быть отличительный, в том, что сейчас информации слишком много, и если, наверное, мы говорим о более старшем поколении, они чаще всего знают, чего они ищут, чего они хотят, потому что это такой более целенаправленный приход в библиотеку или в книжный магазин, мне вот нужно на такая книга, такой-то автор. А то молодежь, она не знает, чего хочет. И вот идея, чтобы, приходя в книжный магазин, заинтересовать, чтобы вот, тут вопрос эстетики, да, как это красиво, как книга выглядит, чтобы ее интересно было взять в руки, полистать, сесть немножко, прочесть там одну-другую страницу, не понравилось, взять другую. И вот этот процесс выбора, он как раз, мне кажется, очень важен для молодежи, потому что молодежь не знает, что она хочет, и то, что наша задача заинтересовать, и зайдя в книжный магазин, проведя там полчаса, и в итоге человек, может быть, не знал, зачем он пришел на выходе там с двумя-тремя книгами, вот это, мне кажется, такая сверхзадача. Если бы с двумя-тремя. Да. Я вот как раз и чувствую, наверное, вот это вот поколенческое различие в том, что надо просвещать и показывать, что книга это интересно, что книга это красиво, что книга это модно. Объясняется ли просвещением то, что на ваших полках есть и, условно говоря, мировая классика для юношества, как говорили в старину. Просто я вижу, что, допустим, параллельно с современными российскими авторами и с научной литературой и в области искусства и гендерной политики, об этом мы еще поговорим, вдруг я вижу в других обложках с другими корешками, но знакомые. Классика всегда современная. Это не менее современная. И, допустим, вашей дочери на классику реагируют, она все еще актуальна для них, они заглядывают. Я думаю, да, да. Ну, опять-таки, мы говорим уже классика, тот же Моруэлл, это уже классика. По-своему, конечно. Когда-то запрещенное. С точки зрения все, что касается процесса создания внешнего образа, это к вам, да? Ну, да, именно такого воплощения. Скажите, ваш логотип, как вот эта вот диагональ или книга, представленная к другим книгам или там к полке, это, с одной стороны, минимализм, с другой стороны, очень яркий, говорящий минимализм, очень наполнен содержанием. Ну, а вопрос такой, были какие-то альтернативы создания образа, допустим, у вас, по сути дела, минимализм, светло-серый, нейтральный фон, была возможность что-то такого домашнего. Хорошо, вы упомянули плед, но в пледе я услышал некоторые такие негативные нотки, значит, плед, видимо, и плюш не годится, да? Были какие-то другие версии, вы заглядывались на какие-то другие примеры, какие-то импульсы? Нет, изначально, когда я визуализировал в голове своей, я это видел достаточно современным таким, чуть ли не выставочным пространством, потому что в Москве музей-гараж или глядя на этих издания, минималистичные обложки, цвета, каждая линия к линии, то есть, это дизайнерские проекты, произведения искусства. И хотелось именно уйти от классического прочтения, что книга это лампа, торшер, там, какое-то уютное пространство. Мы думали, об этом говорили, то есть, от библиотичного пространства нужно было уйти вот этого. И тут, возможно, например, мне, как инициатору идеи, ближе как раз стоит, но книжный магазин мы делаем скорее не для себя, а для следующего поколения. Вот для следующего поколения его нужно сделать более таким, на шаг вперед. И даже наши цвета вот получилось с прошлого года или будущего года выбрали. пантон, да, мы попали просто в цвет года. Наши художники, дизайнеры выбрали. Ну, я этого не знал даже, да, то есть, предложенный дизайн-проект оказался такой вот прогрессивный на шаг вперед. И не было присланный проект по моему брифу, по моему, вот, я сразу транслировал, что ей хочется сделать это в современное пространство. И было выбрано очень монохромные стены, пол и полки. Мы производили всю мебель сами, с нуля, железные полки, деревянную мебель, всё по чертежам. И сами книги являются объектом искусства, являются цветом, который заполняет пространство. То есть, цвет у нас присутствует только в обложках. И, соответственно, идея дизайнера была забрать внимание только на книге, не рассеяв его на какие-то картины, обои, ковры, цветы. Я-то хотел, дизайнер отстоял, чтобы насниматься. Мы все хотели цветы. Понимаете? То есть, это очень концептуально продуманный проект, который дизайнер отстоял, и мне кажется, что он сыграл, он сделал своё дело, когда люди приходят, и общее впечатление от всего, от настоящих книг, от мебели, от месторасположения, которое месторасположение нас тоже очень вдохновило на эстетику. То есть, именно ощущение, что да, в этой витрине я могу сидеть перед этой витриной и смотреть на музей и получать это эстетическое наслаждение. Давайте теперь поговорим об ассортименте, потому что это так или иначе всё равно выражение ваших представлений о читателе, потому что это то, что вы им предлагаете. Это всегда, ну, вы конструируете читателя ведь тоже, поэтому любой плакат, который находится в вашем пространстве, это тоже ведь какое-то сообщение. Вы выбрали именно эти плакаты, они, допустим, какие-то реминесценции там с 50-х годов, условно говоря, там игра в ностальгию, там борись за чистоту столовой или ещё что-нибудь такое, да, что разбросано по постсоветскому пространству. Поэтому мой вопрос, как вы подбирали тематику? Я вижу, что среди научной литературы превалируют гендерные исследования. Это анализ того, чего не хватает в Латвии, и я с этим бы моментально согласился, потому что в Восточной Европе тема гендера вообще как бы на неё укосятся как-то, особенно политики, и поэтому многие институты и проекты просто перестали существовать, поэтому очень редко пополняется эта тема исследованиями. Каков был, скажем, принцип подбора научной литературы? Например, признайся откровенно, как там говорят, критикуешь, предлагай, да, мне не хватает культурологических исследований, допустим, тоже новое литературное обозрение, толстые журналы интересующиеся темы постимперского пространства, постколониализма, это, наверное, всё ещё где-то в пути, но гендер у вас вот навсегда, судя по всему, и его много. Почему таков выбор? Ну, вот вы буквально ответили на ваш вопрос. Я научился отвечать на собственные вопросы. Вы озвучили то, чего не хватает вам, и, скорее всего, мы примем это к сведению и привезём такие книги. И эта воронка, которая раскручивается постоянно. Во-первых, я хотела бы защитить молодёжь немножко. Молодёжь прекрасно знает, что она хочет, если честно. А бывает, что они не знают каких-то конкретных моментов, тут уже помогает и выкладка наша, которая как бы ведёт по пути какому-то, и наши сотрудники потрясающие. И если говорить об аудитории, приходит аудитория, что она хочет. Зрелая аудитория, я бы сказала, они уже в более какой-то букинистический такой уклон, они ищут в надежде открыть что-то новое, здесь я найду ту книгу, которую я давно искал. Но, к сожалению, это уже букинистика, этого нет. Но всё равно она ходит. А молодёжь прекрасно знает, что ей нужно, и они в восторге от того, что это появилось у нас в большом ассортименте. Сейчас много издательств, которые работают для аудитории Young Adult, и они издают потрясающие молодёжные романы. И мы всегда получаем отклик, потому что мы за диалог. И, конечно, что первоначальную подборку я формировала. Я не знаю, у меня одни эмоции, когда я вспоминаю, как я её формировала. Потому что здесь важно было отойти от какой-либо вкусовщины. Мой вкус здесь вообще не должен учитываться, не должны учитываться какие-то правила. То есть, знаете, можно найти таблицу, как открыть книжный магазин. Вот там с процентом разложить. Я поняла, что это всё тоже не работает. Поэтому я вернулась к идее привести то, чего нет. То есть, это изучить издательство, изучить, что они предлагают, какие темы они раскрывают. Я ездила на книжные ярмарки, на выставки. Я всё это держала в руках. Я ездила по книжным, я смотрела, я наблюдала, я сливалась с полками подписных изданий просто, чтобы... Хотя, на тот момент, когда я съездила подписные издания, я скорее поехала проверить себя. Я была счастлива и плакала и смеялась, потому что те книги, которые я заказала, я их видела, они лежат уже на полках. То есть, здесь сработал какой-то... Я не знаю, как это назвать. Какой-то... Многолетний опыт общения с книгой. Мы с книгой, с людьми, я по профессии пиарщик, я не знаю, мне как-то получается охватить, наверное, вот течение, взгляды, запросы и всё это реализовать в каком-то вот итоге таком, какой-то первой подборке. Я ужасно волновалась, я не знала, как вообще отреагирует публика. Мне ужасно хотелось угодить каждому гостю, чтобы каждый что-то нашёл, а вдруг, думаю, человек придёт, а той книжки нет, и что же, что же делать, как же, ну, другую предложим. Ну, в общем... И да, я могу сказать, что, конечно, упор не был ни на художественную литературу, ни на нон-фикшн, а, скорее всего, на конкретные книги. То есть, книги я отбирала буквально вручную, каждую книгу я изучала. Не было никакого слепого заказа. И, наверное, да, я ещё обратила внимание на то, чего нет. Собрала гендерные исследования, архитектуру, урбанистику, книги по искусству, художественную, современную литературу, как зарубежную, так и российскую. В первой поставке, например, не было прозы, теперь она есть, потому что запрос на неё был. И вот люди, которые к нам пошли, да? Да. Они тут же оставляли отклик. И я услышала каждого. У нас можно подойти к сотруднику нашему любому и оставить какую-то заявку. Мы обязательно её изучим и посмотрим, можем ли мы привезти, будет ли это смотреться органично в конве нашего магазина. Люди оставляли отзывы, мы делали до заказа. И то, как меняется наша подборка, это как раз-таки реакция наших посетителей. Мы очень чутки к ней, и это важно. В России есть концепт независимых книжных магазинов. Нам здесь в Латвии особо зависеть, ну, не от кого, но концепция... Нет крупных сетей. Да, нет политика издательств и каких-то давлений ценовой политики, то есть, такого нет. Но концепция независимого книжного, это где подборку осуществляют сотрудники магазина сами и непременно посетители. И вот мы придерживаемся той же политики. То есть, независимость мнений, у нас нет внутренних каких-то там ограничений строгих. И если у нас больше запрашивают гендерные исследования, мы привезем больше гендерных исследований. Чтобы всем хватило, потому что бывало, что разбирали книгу просто в лед, и уже очередь, лист ожидания. То есть, мы привозим под конкретных людей уже книги. Соответственно, наша подборка это живой организм. Все изменения, которые там происходят, это реакция наших посетителей. Таким образом, мы как читатели и посетители можем в какой-то степени тоже повлиять на субктуру или на поток предложения. Вы наверняка помните ваш первый день, когда вы вот открыли ключом подготовленное, значит, помещение, включили свет, подключили все остальные системы, кассу и так далее. Каков ваш первый посетитель был? Вы помните? Его или ее, или их? Да, это была, по-моему, девушка. Она просто зашла посмотреть, что тут происходит. Была очарована одним из наших сотрудников моментально и купила, по-моему, даже сразу несколько книг. Но я не скажу вам, какие, потому что я волновалась так, я краснела, бледнела, то в жар, что мне хотелось убежать и остаться одновременно, потому что я очень волновалась, мне очень хотелось, чтобы всем все понравилось. Поэтому, и в этот же день, в принципе, посетителей было уже очень много. Как-то, потому что внезапно мы даже не сообщили, мы так стихушничали, мы никому не сказали, что мы открылись, мы решили, что мы откроемся и посмотрим, что будет. Затаились. Мы затаились, а к нам сразу пошли люди, так что мы даже не успели объявить официальное открытие до сих пор. И поток был сразу очень большой, что, конечно, безусловно приятно, и все отзывы были положителями, но кроме тех редких случаев, когда что-то не находилось, сказали, эх, жаль, но правило мы это потом привозили. Ну, в общем, начало было просто потрясающе. Конечно, больше всего нас потрясли наши посетители, потому что они были, они дарили нам такое настроение и такой фидбэк, что мы воодушевлялись все больше и больше с каждым днем. Теперь по прошествии какого-то времени вы могли бы набросать своеобразный социальный эскиз вашего читателя, кто доминирует? Возрастная категория, допустим, языковая принадлежность, может быть, региональная, какие-то определенные конкретные районы города, что именно такое у вас откладывается в памяти? Очень разные люди. Языковая, конечно, принадлежность, можно сказать, что больше русскоговорящая аудитория, но там... Но есть и латышская. Есть и латышская довольно много. Люди покупают книги в подарок и идут, что очень приятно, уже за экспертным мнением, то есть не разбираясь, например, в каких-то новинках, что выходит в российских издательствах, люди приходят к нам, нам нужно. И, в принципе, очень приятно, что многие приходят за рекомендациями. Аудитория самая разная. Люди разных возрастов, разных профессий. Конечно, очень много молодежи, но я не могу выявить какого-то вот там... ЦА наша, вот они такие... Нет, очень разные люди, что, безусловно, отдельно нам приятно. Какие-то комментарии? Нет, то, что Наташа говорит, ходят молодежь, и это прям приятно. То, то мы хотели добиться. Но в то же время взрослую публику можно увидеть. Это не так, знаете, как что наши родители сказали, ой, да что, я то пойду, там же одна молодежь. Нет, как-то удалось. Никаких групп, нет ощущения того, что я вдруг... Попал в какой-то мир комиксов, да, где, ну, как бы, почему? Там молодежь тусуется, это нет. Вот какой-то баланс очень аккуратный удалось соблюсти, где и взрослому, читающему, может быть, очень опытному и думающему взрослому человеку есть о чем поговорить и что найти, а рядом будет подросток, который будет визуально... Вот что самое классное, к нам ходят с семьями, к нам приходит папа с дочкой, к нам приходит там целая семья, все по своим уголкам разбрелись, читают, находят, а смотрят, что ясно, это прекрасно. Вот тот факт, что к нам приходит целая семья и мы видим мини-модель, собственно, вообще, кого угодно, вот это очень круто. Приходит, женщина покупает подарок зятю, приходит зять, покупает подарок с тещей, может быть, это они тоже происходят. Да, 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 именно так. И поэтому, ну, кстати, да, наверное, может быть, именно наши книги сподвигли сделать такой подарок. Не, ну еще около книжных товаров много, которые интересно посмотреть, открытки, и нам тоже, вот почему это? Мы хотели ввозить классные штуки на русском языке, стильные, дизайнерские, от разных дизайнеров, художников. А у вас, я понимаю, есть тетради, там для дневников, есть тетради, значки, наклейки, стикеры какие-то. То есть, это все около книжное, но, знаете, не хотелось захламить, не хотелось набрать всего, когда у тебя там миллион ручек и различных концтоваров, когда ты утонешь в этом. А это тоже наша подборка, то есть, каждый значок, он подобран, он не на обум взят. Какая-то актуальность его, визуальная составляющая. И нам тоже важна какая-то история, что-то такое, ну, очень хочется поддержать классных ребят, взять плакаты, которые у нас продаются, партизан пресс, это же ребята, которые на советском наборном, на станке, то есть, это не какая-то печать, просто принт, вот какую-то смешную фразу, во-первых, у каждой фразы есть история, можно ее узнать на их сайте, во-вторых, сам метод печати, и тот фанатизм, к которому они относятся. И формулировки тоже их оригинальные, да? Ну, там у каждого, да, это их оригинально, там у каждой фразы есть текст, автор и история, на них на сайте все расписано, там довольно тоже забавно. И вот то, как они относятся к своему делу, это просто меня покорило, и не сказать, что они много с кем работают, тоже, им тоже не такой, не самый коммерческий проект. Но они вот такие фанаты своего дела в хорошем плане, и очень популярные в Москве. И здесь, знаю, оказалось, что очень ждали, у вас есть партизан-пресс, не может быть, наконец-то их можно купить в Латвии. И тут вот, возвращаясь к началу разговора, мне бы хотелось сказать, что наш магазин это не способ переждать закрытые границы и потом рвануть наконец-то всем в Санкт-Петербург и в Москву. Это, безусловно, приятно съездить и сходить и посетить магазины, но можно освободить место в чемодане под что-то другое, потому что мы теперь есть, можно приезжать к нам из соседних городов и стран за книгами. Я очень надеюсь, что даже вот из Санкт-Петербурга будут приезжать люди заходить в Новую Ригу и говорить, а прикольно у вас тут и так далее. Что-нибудь покупать, да. Да, и вот эта наша подборка, она постоянно будет совершенствоваться. Мы не хотим застыть. Книги будут жить подборка книг, будет жить подборка ассортимента. Я сейчас занимаюсь тем, что я ищу, что еще можно предложить интересного и я буду искать, я буду находить. В общем, мы хотим постоянно удивлять и создавать вот это вот ощущение жизни, движения такого, обновления постоянного. У нас есть такая задача, мы сейчас над ней работаем. Когда попадаешь в книжный салон, это всегда какое-то особое время, когда можно отгородиться другого и побродить, посмотреть, значит, корешки. Но как бумажный фетишист задам вам вопрос. Папиросная бумага это у вас тоже была особая идея для ритуала посещения магазина, то, что вы упаковываете книги, или это пришло откуда-то, или это ваше собственное изобретение, или, может быть, соединение? Да, я думаю, Никита ответит. Ну, вот изначально хотелось, чтобы этот ритуал продажи книг, он был такой максимальный, стильный, то есть там сотрудники как выглядят у нас, там есть формы, бейджики, как выглядит косовый аппарат, как выглядит кофейный аппарат, что на стойке, насколько там минималистично или завалено. И в то же время, да, вот эта была идея вот упаковки, тем самым показывая такое бережливое отношение к книге. Мы заботимся, мы вам её передаём, вы её дома распакуете и будете за ней следить, её читать, любить, ухаживать, делать, что хотите, это ваша, ваша уже покупка. И, да, мне кажется, это очень такой милый ритуал. Ещё способ подчеркнуть, что всё бумажное, всё про бумагу, всё ближе к книге. Да, как посетитель я могу с этим согласиться. В оставшееся время я бы хотел всё-таки вернуться к просвещению. Вы обещали нам просвещение в ближайшее время, когда всё устаканится, как вы сказали. Поэтому в завершении вопрос, есть уже какие-то намётки, какие-то программы, идеи, может быть, какие-то первые авторы или, я не знаю, там, первые форматы, там, избоочитальни или ещё что-нибудь? Ну, конечно, когда я бывала в Москве, в Санкт-Петербурге на выставках, на каких-то встречах около книжных представителей, я, в принципе, уже познакомилась с массой людей, которые готовы ехать и просвещать, и просто встречаться, потому что людям очень интересно и приятно знать, что их читают и знают в других странах, но пока это невозможно, поэтому здесь планировать даже очень сложно. Но мы знаем, что и в Латвии есть союзы авторов, союзы поэтов, очень интересные ребята, мы сейчас уже начинаем с ними общаться. Есть поэтические объединения, та же орбита и так далее. Да, орбита. Как раз с орбиты мы уже сейчас в процессе знакомства, и мы думаем, что можем реализовать какие-то встречи, какие-то мероприятия силами местных представителей, коих тут довольно много. Есть ещё люди, которые, оказывается, здесь живут, я, наверное, не знала, там иные представители, околокнижные писатели, они живут в Латвии, и можно встретиться с ними. То есть сейчас мы смотрим людей, которые готовы, которым интересно пообщаться с аудиторией в рамках каких-то встреч, и планируем проводить такие мероприятия. Плюс, конечно, мы хотим лекции. Но тут у нас ещё вопрос помещения, конечно, стоит. Мы будем всё пробовать и по ходу реализации совершенствовать и форматы, подходы, может быть, мы будем переносить мероприятие на какую-то другую площадку, чтобы могло попасть больше людей. То есть мы сейчас всё это тоже готовим, планируем и подбираем форматы и персонали, которые могут быть интересны, и которым, конечно, тоже будет интересно и что-то подобное. Какие-то заключительные реплики? Да, вот. От камерных, наверное, мероприятий в рамках магазина планируем дойти до более масштабных, которые можно сделать на сторонних площадках, кое-как бы есть и готовы сотрудничать. Так что в целом мы очень оптимистично и с радостью смотрим в следующий год, в нашу 2022. Открылись мы в декабре, такой вот старт под Новый год, он оказался достаточно успешным, надёживающим, что есть в регио-аудитория, есть те люди, для которых мы открылись и которые будут приходить и делиться своим опытом, и мы будем с ними обмениваться. Поэтому перспектива и мероприятий, просветительских каких-то событий, и обновления ассортимента, и знакомства жителей Риги с разными проектами, вот как «Партизан Пресс», такими, которые потом станут актуальными, войдут как бы в поле зрения рижан. Поэтому мне кажется, что всё будет достаточно хорошо. Да, и ещё раз тоже хочу сказать спасибо всем покупателям. Мне кажется, это, наверное, действительно самое важное. Важное, что мы действительно очень рады видеть такое количество читающей, интеллигентной, интересующейся публики, и рады быть частью вот этой культурной среды в Латвии. От читающей публики вам большое спасибо за новую инициативу. Успеха вам. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас были основатели культурного пространства и книжного салона «Новая Рига» Антон Видеркер, Никита Видеркер и директор салона Наталья Урбановича. Спасибо. Всего вам выдержки и успеха. Спасибо. И до свидания. До свидания.